Уже представлена тема «Математика. Язык современной науки». Но так как эта тема достаточно объемная, я выбрала именно когнитивные аспекты, то есть те, которые отражают способность математики в переработке информации, хранению, передаче и так далее. И поэтому математика здесь выступает в роли языка современной науки. Хотя, в принципе, она не только в современной науке была языком, а и первоначально. Сейчас мы посмотрим. Итак, прежде всего нужно заявить о том, что математика обладает чрезвычайными возможностями в процессе познания. Какими конкретно? Она способствует формированию научной картины мира именно как язык, но и плюс как наука, которая дает информацию о закономерностях развития мира. Прогнозирование процессов, явлений, свойств разных объектов и материальных, и субъектов, судьбы людей, сообщества, цивилизации. Вы знаете, что математика очень хорошо используется именно в целях прогнозирования. Ну и даже вот предыдущие доклады у Джангеда Сулейманова показано все, у Владимира Соловьева, у Полякова говорится о том, что, собственно, сейчас новая наука, математическая лингвистика родилась. И математика проникает в очень огромную сферу различных научных исследований. Вот эту способность, проникающую в познавательном плане, в информационном, организующем, организационном, поняли еще в древности, когда математика зародилась, зарождалась, как наука, становление происходило ее. Но трактовка этих возможностей математики, то есть методологии научной, не было. Поправить надо. А, выключить. Хорошо. И все, да? Но давались интерпретации какие? Религиозные, даже мистические. И вы помните о том, что Пифагор основал Пифагористскую школу, где математические особенности познания мира, они принимали не только религиозный, но и даже мистический характер. Каббала, чисел и так далее. Вот эти вот учения, они сохранились по сей день, у суеверия математические даже. То есть математика, с одной стороны, достаточно развитая наука, а с другой стороны, это все-таки еще до конца и не поздно. Наука, в ней много тайн и трактовки о ее когнитивных способностях, возможностях могут быть различны. И в связи с этим можно заявить смело, что математика обладает вот этим эксклюзивным когнитивным статусом, возможностями. Ну, я не говорю о том, что царит такое мнение, что математика это царица наук. Вот, существует такое мнение. Не в обиду другим ученым других специальностей. Ну, а вот поближе к нашей теме я приведу слова Нильса Бора, хотя не только он сказал, но и другие ученые люди, что математика это больше, чем наука, это язык науки. И вот, каковы же возможности, какова роль математики в познании мира, это наша задача. Ну, мне несколько слов, хотя здесь много лимбистов, все-таки нужно для общего такого вхождения в тему рассказать о языке. Ну, очень кратко. Язык это знаковая система, конечно. Она выполняет ряд функций, ну, можно так более подробно сказать, совокупность знаков, несущих информацию, передающих информацию, хранящих и перерабатывающих. А с точки зрения языкознания мы знаем перечень функций, ролей, которые играют язык, и мы об этом говорили и вчера, и сегодня. Ну, с точки зрения философии, конечно, нужно сказать, что это не только знаковая система, это социальное явление. Это форма существования мышления, это форма выражения мышления, ну и, кроме того, это средства коммуникации, средства общения. Человек, как гомо-сапиенс, он характеризуется какими атрибутами? Это наличие сознания, языка, речи, труд, деятельность, культура, общения. И вот язык везде выполняет на каждой характеристике свои определенные функции. Каковы же они? Ну, прежде всего, функция коммуникативная, мыслеобразующая, когнитивная, гносеологическая. Когнитивная — это в целом познавательная, но надо выделить такие моменты, как гносеологическая, аккумулятивная. Да, я их вот много, чтобы сократить, объем так перечислила. Номинативная обозначает она объект какой-то, эмоциональная, экспрессивная, фатическая, интегрирующая, дифференцирующая, конативная, волюнтативная, идеологическая, мета-языковая, репрезентативная, репрезентативная, аксиологическая, референтная, амодативная. И все эти функции являются атрибутами языка. Теперь выясним специфику языка науки и каковы его атрибуты в целом, независимо от математики или еще другие науки. Значит, язык науки — это разновидность языка, особые языковые системы, посредством которых исследователи организуют производимое знание, транслируют информацию. Ну, конечно, в определенной среде, профессиональной, хотя бывает так, что в особенности этой математики касается, что ее поймет, ее язык поймет человек любой национальности, хотя, конечно, нужно определенное знание математики иметь. Научное знание и язык науки, они тесно связаны друг с другом. Содержание языка, оно должно соответствовать его форме. И язык науки — это форма научного содержания. И язык науки, он формировался постепенно, сначала на базе естественного языка, а потом, по мере усиления абстрактности, формализованности, сложности, этот язык трансформировался. И сейчас язык науки — это, конечно, система очень разбитвенно-абстрактных, идеальных объектов, конструктов, определенных очень и простых, но достаточно сложных знаковых систем. Абстрактный, формализованный язык, он сложился в тех науках, которые используют символизацию, формализацию. Это математика, это, естественно, науки и некоторые гуманитарные науки. Какие же качества формализованного языка присущи вот этим наукам? Ну вот немножко предыдущий докладчик говорил о таких требованиях к языку, которые необходимы для информационных технологий, создания базы вот этой данной. И здесь как раз подходят вот эти качества. Это интернациональная логическая всеобщность, общезначимость, безличность, интерсубъективность, универсальность, безоценочность, неангажированность. Теперь обратимся к математике, как формализованному языку. Ее категориально понятийный аппарат создан для познания явлений, процессов действительности именно вот в этой форме формализованной и символической. И когнитивная функция математики удастся понять, если мы будем опираться на анализ того, а что это за наука, какой ее объект, какой ее предмет, в чем сущность, в чем природа, какова ее методология. И, ну, здесь мы обратимся к тому классическому уже определению объекта математики, несмотря на то, что это XIX век, сделал его Энгельс Фридрих в работе «Антидюринг». Он такой. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира. А предмет математики – это вполне реальный материал, но он рассматривается в полном отвлечении от конкретного содержания и качественных особенностей. Сейчас другие определения есть, ну, в частности, Никола Бурбаки, о том, что математика – это структура, и еще много определений. Но все-таки вот это определение Энгельса, оно сводит и структуру, и другие аспекты понимания авторами сути математики все равно к этим пространственным формам и количественным отношениям. Объекты в математике – это число, фигура, отношения, структуры. Это очень абстрактные объекты, чрезвычайно абстрактные объекты, но в конечном итоге и первоначально, как они формировались, они имеют, вернее, понятие об этих объектах, имеют эмпирическое происхождение из внешнего мира, отражают свойства реальных объектов. И процессы, и явления, выделяя самое основное. Каковы же качества математики и функции ее? Математика, как универсальный язык науки, обладает следующими качествами, позволяющими считать ее именно таковой в качестве языка. Это отвлеченность, и мы сказали выше, отвлекается от качественных ослабленностей, свойств реальных объектов. Точность, логическая строгость, непреложность ее выводов и чрезвычайная широта ее применений. Я перечислю функции математики, как языка науки, и они во многих случаях совпадают по названию с языками, то есть с функциями языка. Но содержание этих функций специфическое, конечно, и отражает особенности математики. Номинативная функция. Что математика называет, что она обозначает? Исходя из того определения объекта математики, она обозначает только количество предметов. При помощи символов, например, сложения, умножения, деления, вычитания, они обозначают действия, какие-то операции. Но не с реальными материальными объектами, а с их заменителями, то есть с абстрактными объектами, и очень легко оперировать этим. Но это обносится к арифметике. А математика — это система математики, это система наук. И даже иногда современный геометр, он не понимает алгебраиста, он не понимает аналитика, топологии и так далее. Геометрия — это очень сложная наука, но это касается и многих других наук, не только математики. А вот геометрия — это другая часть классической математики. Там есть обозначение в форме понятия геометрическая фигура. И здесь геометрическая фигура показывает пространственную форму, размеры реальных объектов. И все эти абстракции, и геометрические, и арифметические, они были порождены деятельностью человека, практической по измерению участков, по счету, денежные какие-то отношения. То есть отражались экономические отношения, финансовые, строительство, освоение пространства нашего и прочее. И тем самым подтверждается, что математика отражает реальное свойство процесса объекта материального мира. Что удалось грекам, греческим математикам? Они, уже отталкиваясь от той практической базы, которую математика прошла, это первый фундамент, когда вот эти абстрактные объекты появились, а далее уже работали чисто с объектами этими абстрактными. Так вот, логические разработки математиков, греческих, привели к новым открытиям, имеющим революционный характер. Это открытие несоизмеримых отрезков, теории отношений, несоизмеримых величин, понятия бесконечности и так далее. И надо было эти новые понятия, новые взгляды на природу математики отразить, описать в каких-то символах, геометрических образах. И опираясь не только на чисто математические знания, но и на законы других наук, с которыми математика была связана. Репрезентативная функция математики — это передача информации о процессах, объектах, свойствах, в аксиомах, в теоремах. Вот после меня будет выступать Венера Рустама, она будет анализировать теоремы математические с точки зрения когнитивной науки. И вы знаете прекрасно из своего обучения, какие мы задачки решали. Из пункта А, пункт Б, вышел поезд, там то-то, то-то. Или в бассейн наливается труба, то есть это вода по одной трубе. Ну классически. Сейчас у нас, конечно, задачи должны быть уже другие, более сложные. Но, тем не менее, удается всегда решить эти задачи посредством символики, рассуждений, формализованных, кратких, подтверждения действия репрезентативной функции. Референтная функция — это накопление человеческого опыта, отражение его в математических понятиях. Ну вот слово «линия» — это греческое слово, обозначает, в общем-то, веревочку, линия, льон, льняная веревочка. А когда она использовалась? Вот когда землемерие участки делили, столбик сюда, сюда, это мой участок, это твой участок, между ними проводили, натягивали эту веревочку. Но дальше это понятие шло как абстрактный объект, отвлечение от всех свойств пространственных вот этих форм, потому что участок может быть прямоугольный, треугольный и так далее. Но вот когда круг, уже веревочка тут не поможет, там другая категория нужна. И размеры определенные измерения, значит, только выделяются, какие параметры, только в протяжении и только в одном направлении. То есть какие-то границы есть в названии того, что является линией. Число тоже отвлекается от качественных свойств представлений. Это число яблок, число столов, число галактик, разные масштабы, но число единая категория. Геометрическая фигура тоже отвлекается от качественных характеристик уже самих фигур или объектов, треугольник, ромб, синусоида и так далее. Омодативная функция. Вот не все у меня, когда переводчик переводил слово, она даже не нашла этого слова в переводе на английский язык. Для меня, например, вот новая функция омодативная, это создающая реальность и контролирующая ее. Я имею в виду название. А то, что она отражает, ну это целый мир, который создает математика. Это реальность абстрактная, это математическое пространство, это математический мир. И даже вот у нас книги есть, популярные для школьников, так и говорится. Мир чисел, мир фигур, мир геометрии. Причем и геометрии много, и Лобачевского, и Эвклида, и Риммана, и другие. И именно эта функция позволяет математику считать вот как когнитивной наукой, поскольку здесь выделяются многоступенчатые абстракции, вводятся новые понятия, и они и расширяют математическое пространство путем вот этих вот, я говорила, разновидностей неэвклидовых геометрий, множества структуры, а также совершенствуются и создаются реальность методов математики. Ну вот метод координат, аналитическая геометрия, ряды и так далее. И не только математики, но и тех наук, с которыми она связана. Это классическая механика Ньютона, открыта была в новом свете благодаря математике, астрономия Кеплера, в целом математическое естествознание Галилея и так далее. И амогативная функция контролировалась законами этих наук, и математика становилась необходимым логическим средством и когнитивным инструментом описания, объяснения, понимания вот этой конкретно научной предметной области исследования. Коммуникативная функция. Ну, если русский язык или татарский язык мы только что анализировали, не всегда всем понятен, то математический язык — это язык межнационального, интернационального и мирового общения. И он преодолевает преграды естественного языка, его многозначности, потому что напишешь формулу, и все друг друга поймут. Вот у нас была конференция в июне месяце в Светлогорске по когнитивной науке, седьмая конференция, и там выступали ученые разных направлений научных, и психофизиологи, и лингвисты, и культурологи и так далее. Вот когда пришло время задать вопросы из аудитории, то один профессор, математик, физик, он говорит, «Вы мне извините, но я ничего не понял в вашем докладе». И вот Елена Николаевна смеется, она была на этой конференции, ну, на что ей этот уважаемый докладчик сказал, он психолог был, а этот физик. И он говорит, ну, это уже ваши проблемы, чтобы вы не поняли. Вот кто образован, так сказать, вот в этом плане, что он понимает, содержание, предмет. Да, а я потом с этим профессором разговариваю. Я говорю, а почему вы так? А он говорит, да вот если мне написать вот все, что сказал докладчик математической формулой, я все пойму, понимаете? Вот, а если нет ее, вот эти слова очень трудно естественнику или вот такому автракционисту в математику понимать рассуждения естественного языка, гуманитарий. Но, конечно, стоит проблема формализовать гуманитарное знание. И даже был Крюбер, немец-философ, который хотел формализовать философию, математическую философию. Я видела эти разработки. Ну, вы сами понимаете, вот как возражают против ЕГЭ, что нельзя ответ ученика полностью формализовать. Так и вот эти науки, особенно о человеке, социальные науки, где есть компоненты эмоционального характера и рациональное в целом, и все, их нельзя формализовать. Поэтому, конечно, нужно для того, чтобы понять язык математики, нужно заняться математикой, нужно понимать ее возможности. Но математику поймут на любом континенте. Мыслеобразующая, мыслеформирующая функция, она заключается в том, что математический язык, он служит средством оформления выражения мысли. И не только математического содержания, но любого другого знания, которое поддается научной формализации. И Маркс говорил, что наука лишь тогда достигает совершенства, когда она использует математику. Я помню, когда я училась, и у нас лекции были в зале большом, лекционном, то слева стояли плакаты были. Это Маркс сказал, вот эта вот цитата была, и с другой стороны тоже хорошие цитаты. Потому что действительно вот так объект формализуемой науки должен быть готов для того, чтобы математика вошла в него, чтобы она смогла помочь этой науке свой потенциал раскрыть в каком-то другом плане. Ну и структура математического языка, она, безусловно, связана органически с категориями мышления. Речь математика отличается строгостью, логикой, доказательностью положений своих, выводов, ясностью изложения и собственной мысли, и претензией к другому. Непонятно, иногда вот математик говорит с кем-то, и говорит, поясни вот свою мысль, что ты хотел точно сказать. Значит, точность пересказа чужих мыслей, последовательность рассуждений, информативность и так далее. То есть это, в общем-то, математическая, логическая культура мышления. Познавательная или аккумулятивная функция математики. Математика постепенно, с самого начала своего рождения, за рождение она накапливает знания о мире. Она делает эти знания достоянием всего общества. Она может передать поколению эти знания в символической вот такой форме. И это сохраняется очень долго. Хотя, вот бывает, знаете, когда, помните, библиотека сгорела в Александрии, вот очень много было потеряно информации. Но дело в том, что вот как велосипед иногда дважды открывают, так и математическая логика позволяет снова появиться новым разделам, которые пропали, может быть, поколения. Категориальный понедельный аппарат математики, он влияет на другие науки и тоже помогает там создать новое научное конкретное понятие. Высокая очень степень обобщения знаний, лаконичность, математики эти формулы, символы, уравнения, графики, вот пользуются таким широким потенциалом и в качестве средства выражения мысли. Ну и плюс выливает, то есть выявляет заложенное в научном знании, скрытое ранее содержание, вот как, видите, Джеклет Сулейманом говорил нам, что-то появилось чисто логически, рассуждая, а потом начинают для этой формы искать какое-то содержание. Мне это даже напомнило таблицу Менделеева, что вот ячейки были созданы по таким-то количественным закономерностям, вот здесь должен быть такой-то элемент открыт, и потом его находили. То есть вот действительно прогнозирование новых явлений, оно благодаря преобразованию математических выражений в какой-то инструментарий, алгоритм, делает наши формально-аналитические действия средством открытия. Практически не говорится о тех функциях, о которых я сейчас скажу. Уплотняющая и минимизирующая функция. Это специфические и уникальные функции математики, как языка науки. Уплотняющая функция или функция, уплотняющая содержание. А вот функция минимизации, это функция, которая минимизирует форму знания. И вот эти две закономерности, это как, ну, можно сказать, две сестры, но это две стороны медали. Это касается, кстати, не только математики, это в целом закономерность развития научной теории. И я очень давно, еще у меня кандидатская диссертация была по уплотнению научного знания. Это действительно закономерность, преемственность развития научной теории от старой к новой, от предпосылок к началу, становлению каких-то вот ячеек, клеточек новой теории. Уплотнение — это качественное преобразование содержания научного знания, которое приводит к увеличению массы знания. И оно, это знание, концентрируется в понятии, как логическая единица. То есть это не какая-то вот такая форма материальная, а это логическая форма. Это новое понятие, которое порождено, вот Ирина Михайловна спрашивала, разницу между понятием и термином, да, и в чем дело? У нас вот три года назад была конференция в Италии, и там выступал профессор Авербух, ой, как его зовут? Авербух. Константин Яковлевич. Авербух. Правильно, да? Аверкон, правильно. Авербух. Авербух, да. И Алимурадов, вот они по терминологии работали. И действительно, вот новые термины, новое понятие, это как раз-таки пример уплотнения научного знания. Ну, он опирается, этот процесс, на аккумуляцию, где сохраняется старое знание и превращается новое, как раз вот по содержанию в этих логических средствах. Или в понятиях, не только, то есть и не только в понятиях, но и в законах, в теориях, в принципах. Они более обобщенного такого характера масштаба. А минимизация — это преобразование языка, соответственно, содержание, и оно связано с семиотическим анализом емкости знания. Вот эти вот категории уплотнения, емкость знания, минимизация, они были в 60-е годы, разработаны Сухотином Анатолием Константиновичем из Томска. И вот сейчас они как раз, эти категории, эти процессы характеризуют роль математики в научном познании. Ну, я здесь вот предлагала дальше, как посмотреть в истории математики, ну, несколько слайдов по этому поводу. Значит, прежде всего, очень интересный момент, он долго исторически развивался, этот процесс, формирование дифференциального интегрального исчисления, которое является и языком классической механики, физики, но, как мы посмотрим, это язык и химии, это язык используется и в экономике, в экономической теории, и в других науках, и даже, я вам должна сказать, вот спортивные исследования, которые ведутся, математический подход, как упражнения какие-то, тренировки сделать, вот там биомеханика использует, вот какая здесь должна быть угол между частями тела, чтобы хорошо опираться, сделать вот эти упражнения более в тренировочном процессе, мобильными такими, которые силы спортсмена увеличивают, и его ловкость там и так далее. Их дифференциальное уравнение, они используются, вот нашли, почему человеку очень хорошо на берегу моря вечерком, вот мы здесь сейчас находимся, в Испании, очень красиво вечером наблюдать закат, шелест листьев, тишина, волны такие, и человеку очень хорошо, благоприятно психологически все, оказывается, движение волн и вот эти состояния психологические, мы же тоже как физические объекты, колебания у нас есть, из воды мы как сколько-то процентов тоже состоим, и это все описывается одним и тем же дифференциальным уравнением, то есть то, что заметили еще древние греки, вот такая гармония человека с природой, она оказывается имеет математическую основу. Так вот, основные понятия этого исчисления, функция бесконечно малая, величина, предел, дифференциал, интеграл, они появились только в новое время, благодаря Ньютону и Ленницу. А вот в Древней Греции уже и философы, и математики стали задумываться, а как же нам описать, какой язык нужно создать математически для того, чтобы проникнуть как-то в тайны вот этих вот движений, механизмы выявить, причины, как вообще это движение проходит. И вот Демокрит придумал такую категорию, как атом. Ну, это не тот атом, который мы сейчас представляем, но тем не менее он назвал атом, это частица, которая самая мягчайшая, она не имеет размеров, и до сих пор вот такое общее определение было понятно. Ну, сейчас у нас и квантовая механика, ну, собственно, сейчас она уже больше века существует, нанотехнологии, все, но тем не менее атом символ вот самого мягчайшего такого вот размера частички. Дальше Евдокс, он категорию величина ввел, которая включала все, там, и числа, и размеры, далее отношения он ввел, потом метод исчерпывания. Эвклиф, известный математик, он создал аксиомы геометрии, и тем самым теоретически обосновал арифметику. Архимед применил математику как язык механики, к практическим эмпирическим исследованиям. И вот таким образом в середине первого тысячелетия до нашей эры произошло первичное уплотнение знания, это создание новых логических средств понятий. Но так как эти понятия выражались геометрическим языком, то стало понятно, что геометрический язык тормозил развитие понятия числа, и нужно было по-новому решать. То есть процесс стагнации, он перешел в процесс противоречивый, дальше надо было новые какие-то задачи выдвигать. И вот в новое время появились такие два направления, это геометрическое направление, Декарт и алгебраевическое. Декарт, он цель как философ и как математик поставил в создании универсальной математики. Но как чистый математик, он здесь универсальное, смежное философско-математическое представление. А вот далее понятие переменной величиной функции, введение системы координат, это очень революционное событие, открытие. И Энгельс говорил, что вместе с переменной величиной в математику вошло и движение. И действительно вот этот новый аппарат позволил в математической форме изобразить вот система координат, x, y, зависимость аргумента от функции и так далее, породили аналитический метод, как синтез геометрии с алгебраическими методами в рамках геометрии. Тем самым была создана аналитическая геометрия, которая по сей день используется широко в анализе предметов и процессов реального мира. Алгебраическое направление, оно связано с выработкой численного языка, символического языка. И Диафан предложил буквенное исчисление как компактную форму математического знания, но, естественно, она была еще только первичной, не разработанной. Валис представил анализ бесконечно малых в аналитической арифметической форме, применил алгебру к новым методам анализа. Ну, а Ферма, он разработал метод нахождения максимум-минимум, как способ нахождения производной и так далее. Но самую ударную такую вот дозу революционных вот открытий, конечно, сделали Ньютон и Лейбнец. Ньютон уже вел на виду с тем, что вот были предел, метод пределов, сотворил, так сказать, он назвал методом первых-последних отношений. Это была логическая основа дифференциального исчисления. Но Ньютон, он и механик, он отец классической механики. И он математик. И поэтому достаточно, вот два революционных события уже его имя поставили на пьедестал уважаемых очень ученых. Фундаментальное исследование ему принадлежало. И он формализовал математическим, аксиоматическим методом фундамент математики. У него произошло уплотнение и математического, и физического знания. Он подражал математике тем процессам, которые физика в науке, в закономерности своих отражает. Это движение, передвижение, несколько форм движения, силы, скажения, кручения и так далее. Но стиль мышления Ньютона механический, жестко детерминированный. И плюс еще геометрический язык. Поэтому его вот когнитивное качество, они сказались и на дифференциальном интегральном исчислениях, который стал языком науки, именно математического естественного знания, но во времени. Лемец, он другой, по складу, по стилю мышления, он аналитик, и он отправлялся уже от другой проблемы, касательной, а не от квадратуры кривых, как у Ньютона. И у него вот этот вот стиль мышления был более гибкий, более такой приспособленный к движению, но он подходил как раз к созданию интегрального исчисления. И таким образом Ньютон и Лемец, идя разными методами, то есть от разных проблем и разными стилями мышления, обладающие, они пришли к одной и той же науке, разделу математики, дифференциальном интегральном исчислении. А оказалось, что потом доказали взаимосвязь этих двух исчислений, дифференциального, интегрального, это тоже как две стороны одной медали. Ну и остались вот еще такие функции математики, как языка науки, это прогнозирующая. Ну, что тут говорить? Все знают, что планета Нептун была открыта Адамом, Левелье, чисто математическим путем, на кончике пера. Максвелл электромагнитную теорию света создал, Герц электромагнитные волны, Попов тоже средства возбуждения, передачи электромагнитных колебаний делали. И, в общем, математика, почему ей удается прогнозирующая функция? Потому что она опирается на логические критерии истинности заключения, на такие показатели, как непротиворечивость, строгость, простоту. Ну, а первоначально это то, что базой математики явились закономерности реального мира. Эвристическая функция. Она наталкивает ученых на открытие новое, благодаря тому, что теоретическая зрелость у этой науки, но и сама конкретная наука должна быть такой. Методы математические должны быть связаны с конкретно научными методами. Концептуальный аппарат должен быть развит, абстрактные математические модели и структуры. А результатом применения математики в науке является решение сложных теоретических и фундаментальных проблем, превращение знания и математического, и конкретно научного, и создание предпосылок для научных открытий. Ну, о роли математической гипотезы я практически не буду говорить, наверное, вы все знаете. О том, что... В чем суть ее? Это известные математические уравнения формулы, они подставляются в смежной науке как к анализу процесса, наполняются содержанием, решаются уравнения, появляются какие-то новые понятия, но и они должны получить конкретно научную терпитацию, и таким образом математика может обнаружить новые вот эти вот стороны взаимодействия предметом. Вот так Ньютон открыл силу гравитационного притяжения и закон всемирного тяготения, не потому что яблоко упало кому-то на голову, а именно потому, что отображались математическими уравнениями понятия вот этих закономерностей. Дирок открыл, протон и прочее. То есть это регулятивы, математические понятия принимают такую роль, сохраняют значение регулятивов и функционирование конкретно науки. Не все знают, что математика обладает эстетической функцией, а это, ну, математики знают и говорят, ах, какая красивая задача, ах, какое красивое решение. Так вот, эстетическая функция — это удовлетворение эстетического чувства, математика как учёная. Какие же показатели? Это красивая струйная формула математическая, красивое решение задачи, то есть глубокий результат, методы красивые, гармония чиселой формы, геометрическая выразительность, изящество, доказательств, порядок, универсальность методов. И математика, как сказал ей, отражает красоту, строгость общных законов природы, основанных на симметрии, которая воспринимается человеком, как красивая. Ну, конечно, синергетика по-другому оценивает, там, роли хаоса, соотношение с порядком, вот, новые какие-то критерии, там тоже есть закономерности. Ну, математика, кстати, и там, и хаос умеет проанализировать, и порядок, и так далее. А вот элегантный метод доказательства — это учёт минимума исходных постулатов, предельная лаконичность, необычность построения, новые оригинальные идеи, обобщение. И вот я вам переведу формулы эстетической привлекательности математических объектов. Вот Бергов предложил, первая формула, Н равно О, разделить на С, это мера красоты порядка, мера порядка, мера усилий. И Болтянский предложил формулу, красота — это наглядность, плюс неожиданность, плюс изоморфизм, плюс простота, плюс неожиданность. Эти обе формулы созвучны, потому что красота — это образ в нашей психике, оригинальность объекта и прочее раскрывает. Ну, математик, я вам должна сказать, он должен быть немного и философом, и эстетом, и психологом, и оригиналом. Но для этого надо любить математику, быть хорошим математиком, а кто умен, мудр и математически образован, тот, в общем-то, и поймет красоту математики. Все эти функции взаимосвязаны, переплетены, взаимозависимы и неразрывны. Ну, а то, что касается, вот далее, применения математики, я просто прорисну. Математика, как я уже сказала, является языком, естественно, но прежде всего. Ну, вот, физики. Физика — это наука в телах, в законодействии тел неживой природы, хотя есть и биофизики. Биофизика. Языками раньше были геометрия, арифметика, потом дифференциальное и интегральное исчисление, а сейчас теория операторов, теория функций комплексно-переменных, топологические методы, теория чисел, поэтические анализы, симптотические другие-другие вот методы. И лауреат Нобелевской премии Вигнер с восхищением говорил о непостижимой эффективности математики в естественных науках. Ну, и в математической физике для того, чтобы применять эти методы, используется, конечно, математическая интуиция, которая позволяет ученым применить, а когда же нужно вот такой метод применить, а когда такой, а когда такой. Химия и математика, математика и химия. Ну, первое применил Ломоносов аксиоматический метод, потом теория графов использовали, потом методы в химии применяли другие ученые, это еще 18-19 век. А сейчас математические методы помогают обработке математической, эмпирических, экспериментальных данных, численные методы, моделирование, теория графов, топология, линейное уравнение, функциональный анализ и так далее. И математика — это не только язык химии, она формирует математическую, алгоритмическую культуру химика, эвристические подходы, креативность и привычку поисковой активности. Почему сейчас вот математику и шахматы даже изучают прямо с дошкольного возраста, шахматы математики-то раньше, потому что вот эта строгость мышления позволяет человеку в любой деятельности, профессионально добиваться чего-то успехов. Математика как язык биологии. Здесь специфика такова, что если физика и химия — это неживые, неорганические системы, то биологии, объекты ее — это биогеносы, популяции, организмы — это живые, органические системы, и у них особенность — это многокомпонентность, многофакторность, саморегуляция, многоуровневость. Они требуют, естественно, другого математического аппарата. Они более изменчивые, эти объекты, чем неорганические. И какие же модели математические применялись? Модели эволюции, микробиологии, монологии, ряд Фибоначчи, модель Мальтуса, размножение популяций в геометрической прогрессе, метод геометрической морфометрии — это совокупность графических методов сравнения биологических объектов по форме и так далее. И родилась биометрия. Вот мы все ехали за границу в этом году, и в прошлом у нас все сканировали. Наши пальчики, наши глазки, там все, потому что это идентификация взаимнооднозначная. Мы как биологический объект подвержены вот такому слежению, а где мы есть. Да, именно это мы. Ну а черты какие специфические этих объектов? Сложность системы, размножающиеся, открытые, многоуровневые. И поэтому вот этот новый аппарат, какой применяется? Теория дифференциальной, я уже все, дифференциальное уравнение, математическая статистика, теория вероятности. Что касается психологии, там добавляются психологические особенности субъекта. Я просто перечислю, какие методы. У нас есть книжка Савченко, она, кстати, принимала участие, Татьяна Николаевна, вместе с коллегой Блиниковой Ириной Владимировной из Института психологии. Она написала книгу «Математические методы психологии». Ну, это методы математической статистики, теории вероятности, графический анализ, корреляционный факторный и так далее. Нечеткие множества задых. В экономике математика используется для прогнозов, и мы знаем среднее, дальнее, ближнесрочные прогнозы развития экономики, инфляцию, динамику, ВВП и так далее. Выводы какие? Первое. В математике действия с материальными объектами заменяются действием с абстрактными объектами. Получается, что абстракция – это средство для познания конкретного. Второе. Математическое знание характеризуется свертываемостью, компактностью, символом, эффективностью обобщения, лаконичность, экономность средств, простота, наглядность, легкость обращения. Третье. Единство более простой формы и более уплотненного содержания есть характеристика более экономной и емкой теории. Или мы теоремы напишем Е равно С квадрат, или мы словами напишем много, несколько предложений. Значит, вот действительно и форма, и содержание здесь соответствуют. Функционирование логических средств – это не только приумножение знаний, но и развитие самих логических средств. Пятое. Математика – это точный формализованный наук. Он строится для логика математического анализа научных теорий, структуры, доказателей. Шестое. Когнитивная роль математики выполняется благодаря тому, что математические формулы позволяют выявить заложенное ранее, скрытое содержание в нем, дать интерпретацию, вытащить его, и толковать, и пояснить. И последнее, что преобразование математических выражений в инструментарии алгоритмов возможных формально-алитических действий с конкретно научным званием приводит к прогнозированию новых явлений. Спасибо за внимание. Продолжение следует...